Мы рады сегодня приветствовать в нашем храме молодых, это жених Руды Станислав Валентинович. Вот он перед вами, красивый, высокий, мечта многих. И также невеста Чумаченко Евгения Николаевна. Она тоже сегодня прекрасна. Мы приветствуем их обоих и рады, что они сегодня украшают наш дом молитвой. Слава Господу, братья Семеновна! Книга Песни Песней, вторая глава, с 14 стиха. Голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятное. Стас, это как? Откуда древние авторы? С нам, с Женей, даже не догадываемся. Читаем дальше. Ловите нам лисиц и лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. И 16 стих. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Женя Тракон. Это он между лилиями пасет, да? Слава Господу. Даже не надо вам ничего объяснять, люди все догадались. Возлюбленный зовет свою невесту, покажи лицо свое, голубица моя. Если вы будете читать всю эту главу, а я верю, что Бог даст вам это время, то вы узнаете удивительные вещи. Оказывается, что она сидит где-то в ущелье скалы и прячется. И он ее зовет и говорит, выйди, пожалуйста. Уже весна пришла, зима-то закончилась, а ты еще прячешься. Он говорит, посмотри цветы, уже гвается, земли расцветают. Смоковница распустила почки свои. И виноградная лоза цветет, и все покрывается ароматом. И говорит, что многие птицы уже вылетели. И все вокруг наполнилось пением. И говорит, это как раз время пения. И говорит, голубица, выходи ты уже, ну сколько ты там будешь прятаться. Возлюбленный зовет свою невесту. И он как бы хочет вытянуть ее из ущелья, из этих скал. И взять ее к себе. А где он находится? А он между лилиями. Где красота, где гармония, где ароматы, где все расцветает. И ей надо принимать решение, она останется там, в ущелье скал, или пойдет вместе с ним между лилией. Ну, что касается Жени, она уже приняла решение давно. Мы знаем. Но прежде чем я скажу о ваших отношениях, позвольте мне сказать нечто гораздо более важное, чем даже семейные отношения. Вы знаете, что книга «Песни в песне» она написана в таком литературном жанре, как аллегория. Или попроще сказать, иносказание. Когда какие-то идеи передаются посредством образу. И все это образы. И вот это место Священного Писания, оно указывает нам прежде всего на взаимоотношения Господа и человека. Мы должны это понять. Потому что эта книга раскрывает нам отношения человечества и Создателя. Раскрывает нам замысел, с которым создал Бог человека. Бог создал человека, чтобы научить его любить и чтобы человек почувствовал Божью любовь. Без этого нет смысла в этой жизни. Так или нет, братья и сестры? Так, мы знаем это. Вспомогательный текст Исаии 51 глава. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которой вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Ущелье символизирует греховность этого мира. Но там, среди всеобщего разочарования, среди скал людского безразличия, там кто-то есть. Там кто-то прячет свои лица. Кто там есть? Господь знает каждого по имени. Он стучит, он взывает, и он говорит, придите ко мне все труждающиеся, примененные, и я успокою вас. Что он делает? Он подает человеку руку, человеку, который находится в пропасти греха, среди ущелья, среди скал. Если человек хватается верой за руку Божью, он вытаскивает его из пучины зла и греха, и приводит его на свои поля, божественные поля, где красота, благоухание, где гармония. И так случилось в жизни Стаса и Жени. Я правильно говорю или нет? Был какой-то период, когда вы не знали Господа. Ну, я не знаю, в каком возрасте. Стас пришел к Богу, но что касается Жени, как-то я был ближе к ней, потому что когда она приехала к нам, она никогда не сталкивалась до того часа с верующими, с христианами. И, конечно, жизнь была нелегкой, она была в разных местах, и она посещала наши собрания, и вдруг она почувствовала, что кто-то зовет ее еще до того, как Стас позвал, да? Кто-то подает ей руку, и она сказала, что я хочу покаяться, стать верующей. И мы рады, что она попала среди христиан. И я верю, что при всех недостатках христиан, действительно, это лучшие представители нашего общества сегодня. Мы также благодарны Господу за то, что он нашел и Стаса, да? Стас, конечно, с очень такой хорошей, прекрасной семьи. Вы знаете, что не зависит от того, с какой ты семьи, в любом случае ты можешь оказаться в пропасти разочарования, уныния, греха, потому что попадают туда люди, которые с очень благополучных и хороших семей. Но как прекрасно, что и Стас услышал призыв Господа, подал ему руку, и теперь они обои находятся на полях нашего Господа. Где цветение, где лидии, слава Богу! Конечно, как я уже сказал, песни-песни это книга образу, поэтому хочется опять возвратиться все-таки к семейным ценностям. Вообще, когда молодые хотят пожениться, один из вопросов, которые возникают у них, где вы будете жить? Я не хочу сегодня говорить о географии, где вы будете жить. И что касается географии, то вы дали Слово Господу друг другу, и если вы его исполните, то это благословение, оно будет держаться в вас, которое вы сегодня получите. Но речь не об этом. Вы решаете, какой будет ваша дальнейшая жизнь. Или она будет наполнена красотой, благоуханием, гармонией. Или вы погрузитесь в пустоту ущелья, среди бесконечных обид, каких-то споров мелочных, среди проблем, которые часто молодые создают сами себе. На какой территории вы будете находиться? От чего это зависит? Вы знаете, я об этом как раз хочу сказать вам, и мы потом помолимся. Но прежде чем я скажу, давайте мы послушаем пение хора. Без Бога, благословение. Без Бога, благословение. Без Бога, благословение. Без Бога, благословение. О, моля есть его, Вы на пути земном всегда. Прославьте, 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 прославьте Господа. И в доме Вашем пусть царит покой и тишина, покой и тишина. Благословляем Вас, друзья, венчайте, 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 венчайте нас всегда. Слава Господу, спасибо Харистам за внимание в свои места. Вы слышали, Бог соединяет Вас. А в этом таком поэтичном, романтическом тексте, который мы с Вами прочитали, есть также такое злободневное высказывание, которое опускает нас немножко на речную землю и говорит нам о конкретике во взаимоотношениях мужа и жены. Хотя выражено оно тоже в таком поэтическом стиле. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Вы уже расписались или нет? Ты сколько заплатил, Стас, за рубль? Не платил, Женя платил. Ну что, говорят, кто платил, вот тому будет принадлежать. Ну, во времена Советской Союзы, когда мы женились, то рубль 50 была такая цена, а сейчас 75 копеек подешевело. Вот хоть что-то подешевело, слава Господу. Это, наверное, единственное, что подешевело за эти годы. Библия говорит о том, что возлюбленный мне принадлежит, а я ему принадлежу. Сказано о взаимной принадлежности. И вот когда будет взаимная принадлежность, тогда вы будете среди этих лилий. А когда будет принадлежность кого-то одного, то вы можете скатиться обратно в ущелье. Я хочу спросить тебя, Стас, ты хочешь, чтобы вот Женя, только тебе принадлежало или нет? Готов к этому или нет? Готов. Женя, ты хочешь, чтобы через 30 лет ты могла сказать эти слова? Вот возлюбленный принадлежит только мне, хочешь, слава Господу. Прочитаем несколько практических шагов на пути принадлежности из Нового Завета и после этого помолимся. Ну, во-первых, Новый Завет говорит о физической принадлежности. Я только чуть-чуть об этом скажу, потому что вы потом сами научитесь больше. 1 Коринфянам 7,4. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Это сказано о физической принадлежности. Здесь не только речь идет о том, чтобы быть вместе в доме, в комнате. Речь идет о том, чтобы вы вместе решаете, куда мы едем или не едем. Потому что нередко бывает так, что вот муж говорит, ну ты как хочешь, а я уже пошел. И непонятно, куда он пошел. Ты догоняй, а я пошел уже. Вот такое было, Виктор Николаевич Логинов рассказывал, что у них после того, как разукрупнились в церкви красноармейские, то тоже одни молодые поженились и где-то через пару месяцев после брака жена, как обычно, там одевается, причесывается. Она говорит, ты как хочешь, а я пошел. Ну, а они ходили в одну церковь, а в другой церкви была свадьба. И он пошел в свою церковь, а жена подумала, что он пойдет на свадьбу, и пошла в другую церковь. И вот он пришел в собрание, выглядывал, ее нет, она тоже пришла, в собрание его нет. И они уже забеспокоили, запереживали. И он подает записку, братья и сестры, молитесь, моя жена пропала. Ну, нашлись они, конечно, потом. Но вот часто так бывает, когда каждый решает сам себе. Ну, до этого, может быть, так и было, что захотел, поехал, захотел, приехал. И как написано, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Вот так бывает. Но сейчас уже это время прошло. Вы должны быть как альпинисты в одной связке. Вот это то, что означает принадлежность. Когда болеет, болеет кто-то, вы вместе болеете. Ну, может быть, Женя знает, может быть, не знает. Вот когда ребенок болеет, то как мама говорит? У нас болят что? Животики, да? Так говорят или нет? Поэтому, конечно, если где-то что-то заболит Стасу, Жене, то и тебя должно болеть. Может быть, не физически, но ты должен сопереживать, сочувствовать. И, конечно, если что-то случится со Стасом, то, ну, Женя у нас медик, я думаю, она, безусловно, не будет безразличной. Вместе кушаем, вместе трудимся, вместе решаем, куда деньги потратим. Ну, муж зарабатывает, а вместе решаем, куда потратим, да? Я думаю, что и в этом плане вы будете чувствовать свою зависимость от Господа. Вместе решаем, что купить. Вот, и даже на день рождения. Вот, ну, конечно, это хорошо, когда сюрпризы. Ну, сюрпризы могут выражаться в цветах. Поэтому все равно, потом вы все приобретете, и вы думаете, что ты купить жене? Ну, спроси ее, что ей нужно, то и купи. Это все очень просто. Я помню, как один из моих, кто-то из моих друзей, вот, купил жене на день рождения 4 ската. Они советовались, и она была согласна, и она считала, что это самый дорогой подарок. Поэтому, во-первых, действительно, вы должны понимать, что вы уже физически связаны друг с другом. А теперь о духовном. Может быть, чуть больше, но не сильно много. В принципе, духовной принадлежности. Очень важный ключевой текст 1 Коринфянам 11 глава 7 стиха. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелу. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так муж через жену. Все же от Бога. Что нужно делать мужу, что делать сегодня конкретно Стасу, чтобы его возлюбленное принадлежало только ему. Что говорит Священное Писание? Он должен быть образом и славой Божьей. Он должен увидеть этот образ где-то в ком-то, увидеть эту славу. И принести этот образ в свою жизнь настолько, чтобы отражать его. Где Стас может увидеть этот образ? Он уже его увидел в лице Господа Иисуса Христа. Потому что Библия говорит, что Единородный Сын Он явил Отца нам. Что это означает, когда ты будешь носить образ Божий? Прежде всего, это означает то, что в своих решениях и в своем поведении, Стас, ты не будешь зависеть от обстоятельств и от других людей, от других авторитетов. И в своем поведении, хорошо запомни это, ты не должен быть зависим даже от Жени. Ну, она красивая, улыбается, придет день, два, может быть меньше, может быть больше. Я не знаю, она скажет, Стас, ну опять брюки бросил, вот опять не так. А что же Стас? А ты зачем тут? Чтобы взять, положить на место, погладить. А зачем ты в доме? Правильно будет? С точки зрения мужчины, правильно. А с точки зрения Христа? Вот тут уже вопрос. Как бы поступил Христос? Постоянно задавай себе этот вопрос. Я скажу, что если вот в жизни, в ситуациях, ты будешь отражать славу Христа, я уверен, что будет очень легко быть выше каких-то мелочных обид, интриг каких-то. Ты будешь, ориентируясь на Христа, выглядеть так, что тебя трудно будет обидеть. Ну, не потому, что тебя боятся. Потому что невозможно обидеть такого человека. Он не обижается. Невозможно спровоцировать, нереально соблазнить на какую-то неверность. Потому что этот человек отражает образ Христа. Об этом очень хорошо говорится в посланнике Всянам 5 главе. Стас знает это место, он его читал. Но мы еще раз прочитаем. С 24 стиха. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает ее и греет ее, как и Господь. Если посмотреть вот духовными глазами на прочитанный нами текст, то мы, во-первых, замечаем, что Христос помогает церкви в ее духовных проблемах. Обратите внимание на то, что духовные проблемы церкви не являются препятствием для Иисуса Христа, чтобы Он ее любил. Обычно мужчины говорят так, что если она будет правильно себя вести, то дам деньги, или буду любить ее, или еще что-то, но если пусть попробую сделать что-то не так. Это не отражение образа Христа. Христос по-другому поступал. Библия говорит нам о том, что даже видя недостатки церкви, Он предал себя за нее. И Он попечительствовал на церковь, чтобы явить в грядущих веках славу церкви. Это потрясающе, братья и сестры. Сейчас на земле, когда мы видим все наши недостатки, немощи, я свои, вы свои, мы думаем, ну какая же это славная церковь? Да она обычная, обычные люди со всеми недостатками и грехами. Но Христос еще не закончил над нами работу, братья и сестры. Мы еще будем болеть, Он еще будет подсказывать нам что-то. И пока мы придем к тому моменту, когда нужно будет перейти в вечность, многие из нас станут другими, мы уже стали другими. Вот так же точно муж. Он не оставляет жену свою, если у нее есть духовные проблемы. Он помогает ей в этих проблемах, подает ей руку, молится, наставляет, и делает все возможное, чтобы она стала чистой и святой, такой, как угодно Богу. Вот это отражение в образах Христа. Ну, написано, Он питает ее и греет. С этим Стасом все нормально, он работает, имеет хорошую работу, высшее образование. Поэтому я особо на этом не буду акцентировать внимание. Хотя есть такие проблемы, очень часто бывает такое, что мужчина говорит, что я вот очень занятый или служением, или какими-то творческими такими вещами, и оставляет жену дома, там нечего кушать, холодно, все перевернутым домом, он говорит, ну я творческий человек. Правда, Стас тоже немножко творческий, он пишет стихи, поэзию, но он одновременно и творческий, и рабочий человек. Поэтому верю, что будет все нормально. Но речь не только о физическом питании. Знаете, иногда для жены нужно какое-то слово, иногда нужно какое-то ободрение, иногда нужно внимание. Кто-то сказал, что внимание это как питание для жены, так или нет. Что ты можешь что угодно ей принести, но если ты не уделишь ей время, она останется голодной, и она будет чувствовать себя опустошенной. И, конечно, он любит ее настолько, что готов предать себя за нее. Что ты можешь предать? Это чем-то пожертвовать. Очень тяжело чем-то пожертвовать, особенно мужчинам, своим самолюбием, своим «я» гордым. Мужчины много делают ошибок, но они не любят признавать свои ошибки. Это очень тяжело для них сделать. И, конечно, это большая жертва, когда муж готов признать, что он где-то поступил неправильно, что он готов отказаться от чего-то своего, и чем-то пожертвовать, ради того, чтобы сохранить семью, и ради того, чтобы его возлюбленное принадлежало ему. Поэтому, Стас, вот на основании этого места и Священного Писания, я хочу, чтобы ты просил у Господа сегодня, чтобы Господь научил тебя смотреть через все недостатки, которые потом Сатана тебе покажет. Может быть, что-то уже показал. Чтобы среди всех недостатков ты видел вот все-таки вот ту жильчужину, вот ту изюминку, за которую стоит любить твою жену, стоит ее любить. Постарайся увидеть вот что-то светлое, хорошее, и на этом сосредоточься. Потому что, если ты будешь постоянно напоминать о плохом, ну, оно будет увеличиваться. А если ты будешь напоминать о добром, оно будет умножаться. Вот такой есть принцип. Поэтому пусть твое доброе слово, молитва, порой мягкое, с любовью замечание в твоей жене с Библией в руках, умножить в ней славу и чистоту. И тогда ты скажешь, возлюбленная принадлежит мне. Мы идем на поле, где цветут лилии. Вы знаете, друзья, сегодня ничем не удивишь современную женщину. Вы знаете о том, что жены уходят от миллионеров, от депутантов, от президентов, от высоких и красивых, от спортивных, от начальников, от влиятельных мира сего. Но тот муж, в котором видны следы Христовой славы, тот мужчина, который отражает образ Божий, он неотразим. Никуда она от него не уйдет. Так или нет, Женя? Никуда не уйдет. Потому что она будет ценить в нем духовные качества, которые не тлеют, не стареют, которые вечны, как вечен сам Бог. Поэтому, Стас, носи в себе образы славы Божьей. Твоя возлюбленная, она вечно будет принадлежать тебе. Ну, не знаю, как на небесах, но на земле точно. Женя, что тебе делать, чтобы вот тебе принадлежало? Вот ты как думаешь? Вот что тебе нужно делать? Послушание нужно. Ну, это хорошо, что ты сказал. Мы так и запишем. Камеры так и запишут. Я об этом не собирался говорить. Но, наверное, что Бог сказал, что через тебя. Это очень важно. Слава Богу. Но если мы вернемся к этому месту, то ты не поверишь. Ну, ты тоже можешь сказать, что я должна там отражать образ Божий, там и так дальше, и тому подобное. Но что говорит Священное Писание? Что муж, муж, конечно, он отражает образ Божий. Он есть образ и слава Божья. А жена кто? Слава чья? Мужа. Вот не говорят об этом все остальные. Жена – это слава мужа. Вот это да. Но почему не слава Божья? Вот если бы жене вот отражать славу Божью, сразу проигнорировал мужа. Ну, многие жены об этом мечтают. Они спят, и им это снится. Отсюда и феминистские различные движения. И если раньше женщины боролись за равноправие, то сейчас они борются за свои права. А это намного серьезнее уже, чем просто равноправие. Конечно, я не об этом сегодня. Я хочу сказать о том, что это единственный путь к тому, Женя, чтобы он тебе принадлежал. Все остальное не будет иметь силы. Ты можешь как хочешь ухищряться. Конечно, есть какие-то женские хитрости. Это тоже нужно. Нужно быть опрятной, аккуратной, чистой. И не только в день свадьбы, но и потом, когда будни наступят, когда вы заведете каких-то себе там хозяйства, животных и так дальше. Вот все это должно быть на своем месте. Всему свое время. Время работы, время отдыха в доме, время для мужа и так дальше. Как это быть славой мужа? Это так поступать, Женя? Это так поступать, чтобы показать сильные, прекрасные, самые лучшие стороны своего супруга. Понятно или непонятно? Скажем. Вот все самое лучшее, что в нем есть, вот это должно так поступать, чтобы его показать. Тебя и так увидят. Сегодня все смотрят на тебя. 1 Петра 3 глава. Прочитаем несколько стихов. Так же и вы, жены, повинуйтесь, это было право, мужьям своим, чтобы те из них, которые не покоряются в слову, житьем, жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье. Да будет украшением ваше не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа. Что драгоценно? Перед кем? Перед Богом. Знаете, что с первого дня в вашем доме будет жить не только Стас и Женя, но и Господь будет жить. Вы сегодня будете приглашать его. Я буду молиться об этом. И он будет ждать вот этих, вот этого драгоценного поведения. Где взять драгоценные слова, чтобы сказать вот Богу, сказать мужу все драгоценное для меня. Лучше не брать их нигде. Вот иногда просто промолчать и вот что-то сделать хорошее. Это будет самое драгоценное, что можно сделать. Как это явить славу мужу? Ну, если у мужа чистая одежда, это для кого честь? Вот кого замечают в чистой одежде? Жену его, так или нет? Жену его замечают. Если муж сытый, кому спасибо надо сказать? Когда муж в настроении, радостный, веселый, вот вышел Стас, со всеми здоровается, приветствуется, что-то рассказывает, ну, о чем это говорит? Все нормально, хорошо у них, если он вешал, надулся, нос повесил, глаза хмурые, ну, все понятно, ну, все понятно, что там еще говорить? И песни будешь петь, и стихи писать, и слово утешение нести, вот все это зависит, все это зависит от поведения супруги. Бетей, 18 глава, 6 стиха мы читаем, поспешил, поспешил Авраам в шатер к Саре, и сказал, поскорее, замеси три сады лучшей муки, сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, взял теленка нежного и хорошего, и дал отруку, и тут поспешил приготовить его, и взял масло, и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а Сару стоял под них, под деревом, и они ели. И сказали ему, где Сара, жена твоя? Он отвечал, здесь, в шатере. Три мужа. И он хочет их пригласить и угостить. Он берет лучший, что есть у него. И идет тоже к Саре, Сара уже была в преклонных годах, и обычно она имела служанок там в доме, у них было много служанок, и обычно Сара не готовила. Но Авраам идет к ней, и говорит, что ты приготовил, ты возьми это сделай. Почему ты? Ну, очевидно, что это было настолько важно, что никто другой не мог это сделать, кроме Сары. Она его послужилась. Она принесла, все положила, и сама пошла в шатер. Конечно, она могла бы сказать, ну, я тут посижу с вами, мужчины, поговорим, побеседуем, вот, прочитаем вопросы. Ну, современные бизнес-вумен, как говорят, они могут и так поступать, конечно, мы это понимаем. О чем это говорит? О ее смирении, о ее послушании. Вообще, Сара не была такой простой, как она. Сара делала много различных ошибок в жизни своей, но при всех недостатках, при всех недостатках, написано, что Сара, она была очень смиренной, она была очень послушной, и как она называла Авраама в присутствии других людей? Помнишь или нет, Джей? Не помнишь? Братья и сестры, подскажите ей, сестры, господин она называла. Конечно, она не обращалась к нему, господин, так не было, но когда были какие-то слуги, она говорила, что вот слуга такой-то, слуга Иоанн, господин твой сказал, чтобы ты пошел и сделал это. Она не могла сказать, что Авраам там сказал, потому что это было бы слишком упрощенно и унизительно. Этим самым, вот она являла честь, она являла славу мужа. Вы знаете, что настоящая трагедия, когда жена каким-то поступком унижает, или даже бросает тень на своего супруга. Может быть, что-то и нужно, Женя, где-то подсказать Стасу. Но делать это публично, или выражать свое недовольство в присутствии других людей, это без стаи для мужа. Ты понимаешь, о чем я говорю? Если ты что-то хочешь сказать, можно, дома, в спальне, и то на ушках, чтобы никто не слышал, даже паучок, даже мушка, никто не слышал. Кстати, любимый, я тебя люблю, но вот сзади у тебя ниточка там, на пиджачке. Можно забрать? Ну, что-то в этом роде. Вот это, вот такой поступок жены, вот такое поведение жены, оно поднимает мужа. И, конечно, в таких случаях он будет тебе принадлежать. Я думаю, что наши сестры, они хорошо помнят Ольгу Федоровну Макан, которая несла сестринское служение в нашем братстве с 1978 года. Кстати, она приняла это служение от ленингарной Лидии Калдорару, Благовестницы. И вы знаете о том, что это была не, ну, не то, что была, она есть, она еще есть, живая, необыкновенно талантливая и творческая женщина. Когда она говорила о проповеди, ну, вроде бы это была не проповедь, а наставление, ну, вы знаете, я сам учился у нее. Но был у нее муж, брат Михаил, я хорошо его знал, мы хорошо знакомы с ним, он, кстати, в прошлом году умер, к сожалению, нет уже его. Ну, он был очень простым, он был диаконом, его руку положили на диаконское служение. Ну, обычно, когда нужно было приезжать к конференции, съезды, встречи какие-то, как правило, он ее сопровождал, он ее привозил всегда, он ничего не говорил, он ни с кем не беседовал, потому что у него не было запаса знаний, слов, творчества, как было бы его жене. Вы знаете о том, что она была главным редактором журнала «Мария», ну, по-моему, он еще издается, сейчас только немножко реже издается. Вот что она говорила в своем интервью буквально недавно. Это была тяжелая работа, многочисленные звонки, переговоры, встречи, поездки, к членам редакции, в типографию, на вокзал, на почту. Во всем этом помогал мне добрый и верный друг, мой муж, Михаил Феодорович. Ну, где найти такую женщину, чтобы она так уважительно относилась к своему мужу? Почему это важно, Женя? Потому что написано такой план Божий. Не муж создан для жены, но жена для мужа, поэтому она должна отражать его славу, а через него отражать и Божью славу. Бог так задумал, Он такой создал женщину. Я убежден, что именно женщина, которая украшает жизнь мужчины, она может помочь ему открыть весь потенциал, весь талант, который в конечном итоге служит для блага обеих, служит для блага, для созидания семьи. Притча 31 глава, это последний текст, который я буду сегодня читать. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Это место священного писания показывает добродетельную жену. И Библия говорит о том, что нет ничего драгоценного на свете, когда женщина так себя ведет. Когда она воздает добро вонезлом, когда она попечительствует о доме, там написано о том, что она даже ночью встает и придет, и готовит одежды для детей. И написано, что вся ее семья одета в двойные одежды. А что муж? А Библия говорит о том, что муж сидит у ворот. Речь идет о том, что он сидит со старейшинами и к нему приходят люди, чтобы спросить совета у него. Это как канцеляры. Это люди, которые наиболее уважаемые вот в этом населенном пункте. Почему они уважаемые? Потому что жена на месте. Будет на месте жена, будут уважать мужа, будут считаться, приходить к нему и советоваться с ним. Протвожение. Живи для своего мужа, уважай его, помогай ему подняться в вещи в нужном деле ему. Утешай, ободряй его. Говори о нем в присутствии только хорошие. Признавай его власть, делай то, о чем ты сказала в самом начале. Это тоже очень важно. И тогда он будет принадлежать только тебе. Больше никому. Я верю, друзья мои дорогие, что Господь поможет вам. Я знаю, что вот это место из книги Песни Песней и вот те тексты из Нового Завета вы возьмете близко к сердцу. Я знаю, что вместе с Господом вы постараетесь уйти от этих ущельей, от этой западни, и вы пойдете на те поля, где прекрасно, где хорошо, где гармония. И вы будете в той долине, где согласие, где любовь. Вы будете ставить перед собой самые высокие духовные цели. Я знаю, что Господь поможет вам, если вы будете соблюдать Его Святое Слово. И тогда внуки будут смотреть на вас и видеть в вас отражение славы и образа Божьей. Пусть Господь благословит вас в этом и поможет вам в этом. Аминь. Аминь. Боже предстоит побои Твоей, ныне с невестой жених пред тобой. Вместе решаю пройти путь земной. Благослови ты союз и святой. Повод сложи, Боже, руку на них, жизни держаться путей дать Твои. О, Боже, мы приносим в борьбе, сам ты пребудь с за этот день, за то, что ты любишь меня, Господь. Спасибо за то, что ты продлил часы жизни до этого момента, за то, что мы можем связь здесь при том, об преклонении коленях, которые у тебя достался, Господь, что ты есть в моей жизни. Спасибо тебе за то, что ты нас проводил через это время, через эти годы, Господь, чтобы ты нас соединил, Господь. Благодарю тебя за все, что ты посылал для нас за весь этот период, Господь, за все трудности, переживания, Господь. Спасибо тебе за все. Я прошу тебя, Господь, благослови нас, благослови наш брак, семейную жизнь, чтобы мы или быть светом, примером для окружающих, Господь. Прошу тебя, чтобы ты дорвал мне мудрость, быть мудрой женой и быть послушной женой, Господь, чтобы явилась твоя Божья слава, Господь. Прошу, благослови нас и за все быть прославлен во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господь, я также благодарю тебя за этот день, Господь, за то, что ты довел нас с Женечкой до этого времени, чтобы мы можем соединиться вместе, Господь, быть единой плотью, Господь, быть вместе, идти дальше, Господь, с тобой, Господь, за то, что некогда наши пути соединить, Господь, и ты слава нас, Господь. Слава тебе за все это время, за все, что ты посылаешь, я благодарю тебя. Прошу, также идти нас и дальше, Господь, чтобы мы следовали за тобой, Господь, также мы со своей стороны сделаем все, чтобы идти за тобой, Господь, потому что знаем лишь тебе счастье, лишь тебе покоя, лишь тебе мы находим самое ценное, что есть в нашей жизни, Господь. Ты даешь нам эту любовь, Господь, даешь эту радость, слава тебе за все, Господь, за то, что моя жизнь так сложилась, Господь, я сейчас здесь под тобой, Божьим. Спасибо моим родителям, Господь, и всем родным, Господь, слава тебе за все, потому что они также меня поддерживали, Господь. Прошу, также, Господь, благослови меня, Господь, чтобы я был хорошим мужем, Господь, в своей жизни, чтобы видеть я счастливый, Господь. Слава тебе за все, будь за все пославим, завеличенный, Господь. Слава тебе, Аминь. Господи, Божий наш, Отец наш Небесный, в имя Иисуса Христа мы склоняемся перед величием Твоим и просознаем, что Ты, Бог, вечный, великий и премудрый, который создал этот мир, за то, что Ты создал Вселенную. Мы благодарим Тебя за нашу прекрасную планету, Земля, которую Ты обустроил чудесным образом, за солнышко, за дождик, за урожаи, за счастье и радость этой жизни, но особенно благодарим Тебя за счастье любить и быть любимым, Господи. Это все от Тебя, потому что Ты есть любовь. Слава Тебе за эту благодарность. И мы благодарим, Господь, за то, что нас, людей, которые погрязли в грехах и во зле Ты не оставил, но Ты подал нам руку через Господа Иисуса Христа и мы стали детьми Твоими и Ты ведешь нас к небесам. Мы также благодарны Тебе за эту молодую чету, которая стоит перед Тобою сегодня, за Стаса, за Женю. Господи, удивительными путями Ты привел к себе, у Твой цветущий сад и они стали детьми Твоими и они имеют надежду на вечную жизнь и их жизнь изменилась во многом. Господи, мы радуемся этому, потому что страшно даже представить, где бы они были, если бы не знали Тебя, живого истинного Бога. Господи, но сегодня для них особенный день. Они долго молились и они сделали этот выбор в своей жизни, соединить свои судьбы, Господи, построить семью, построить семейный дом. Мы просим, благослови их, Господь. Мы дерзаем Тебе обращаться, потому что знаем, что Ты есть любовь. Мы верим, что благословение Твое Он обращает и печали Собой не приносит. Мы просим, благослови Господь Стаса, даруй, чтобы он был поистине мужем, который отражает Твою славу и Твою, Господь, красоту. Мы просим, благослови Женю, даруй ей и послушание, и даруй ей мудрость эту женскую, чтобы она могла показывать красоту мужа своего и отражать славу мужа в себе, Господи, чтобы они вместе, Господь, Тебя показывали этому миру. Мы благодарны, Господь, также и за родителей, которые их вырастили, за родственников, которые здесь, Господи, за всех друзей, которые сегодня пришли на это брачное торжество. Благослови каждого из них, Господи. Соедини судьбы этих молодых людей и веди их дальше, Господи. Ты знаешь, все их проблемы, которые должны им встретиться, и то, где им определиться с местом жительства, пошли им домик, Господи, пошли им жилье какое-то, какое Ты усмотришь, Господи. Благослови также, Господи, даруй и детишек, и их семью, чтобы они имели и в этом радость, даруй им насущный хлеб, сохрани всякого рода зла и лукавого, особенно духовно сохрани, Господь. Будь с ними, пошли ангела-хранителя, пусть они будут иметь это мужество, отражать атаки сатаны и оставаться верными Тебе и верными друг другу. Пусть они принадлежат друг другу отныне и вовеки. Мы просим этого во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Братья и сестры, с огромной радостью мы сегодня объявляем о создании новой семьи. Ну, до этого сестра Женя была Чумаченко. С сегодняшнего дня уже не просто по бумаге, а реально эта семья уже Руды и Стас и Руды или Рудая, как правильно сказать, Евгения, мы их объявляем мужем и женой во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Сейчас, сейчас, что Бог сочетал, да не разлучит человек, Творец Вселенной тебя зовет, ты руки соедини, Соедини сердца, Милости истина встретятся, Правда и мир сочетаются, Это читать, что венчается, Да счастливо будет во век, Это читать, что венчается, Да счастливо будет побед, Сейчас, Сейчас, Что Бог сочетал, Да не разлучит человек, Бед.